В Краснодаре борются не только с неправильно припаркованными автомобилями, но еще и с брошенными, которые свой срок отслужили уже очень давно. Специальные комиссии, которые выявляют такие бывшие транспортные средства, действуют в краевой столице уже на протяжении шести лет. В одном только западном округе с января нынешнего года было убрано около 50 авто. За судьбой двух из них наблюдала наш корреспондент Калина Давыденко. Ведра с гайками, металлолом, автохлам – как только не называют брошенные автомобили, которые уже давно отслужили свой срок и вынуждены дожидаться утилизации, простаивая на краснодарских улицах. Такие машины – настоящие тромбы на городских дорогах. Они мешают всем, но только не самим владельцам. Именно хозяева должны самостоятельно позаботиться о последнем пристанище отслужившего авто, но никак не бросать его гнить в городской среде, добавляя забот муниципалитету. Прежде чем автомобильный металлолом отвезут на охраняемую парковку, где он будет дожидаться окончания процесса признания права муниципальной собственности, у его владельца есть шанс исправить ситуацию. Правда, штрафа в этом случае уже не избежать. В случае выявления собственников транспортных средств они привлекаются к ответственности, предусмотренной законом Краснодарского края номер 608 об административных правонарушениях, часть 9.6, статьи 3.2. Ответственность предусмотрена в отношении физических лиц – 3 тысячи рублей, должностных – 5 тысяч рублей, юридические лица несут ответственность в размере 10 тысяч рублей. Установить собственника железного коня не так-то просто. Номерных знаков, как правило, нет, а по номеру двигателя вычислить проблематично. Капот закрыт, а вскрывать его на данном этапе правоохранители не имеют никакого права. Но в 80% случаев собственники подобных машин все же находятся и сами убирают авто. Этому, правда, предшествует кропотливая работа по поиску и оповещению владельцев. Данные о брошенных авто поступают в общегородскую межведомственную комиссию благодаря рейдам, которые осуществляют сотрудники Управления МВД России по Краснодару, а также от представителей общественных организаций и активистов органов ТОС. Списки бесхозных машин опубликованы и постоянно обновляются во всех внутригородских округах и на официальном интернет-портале администрации Краснодара. А чтобы коллекция автохлама не пополнялась, горожанам стоит помнить о том, что автомобиль, ставший недвижимостью, необходимо направлять на утилизацию самостоятельно. Ведь брошенные машины быстро страдают от вандалов и хулиганов, затрудняют движение транспорта, занимают парковочные места. К тому же подобный автометаллолом неблагоприятно влияет на облик Краснодара, который сейчас так активно благоустраивается.